Коллеги, хотела остановиться на теме, которое, мне кажется, в принципе, будет интересно или порассуждать всем присутствующим в нашей дискуссии. И на начат я хотела бы со своей коллеги, представляющей пациентские организации. Вот сейчас эта тема про patient-centricity, она очень модная, она активно обсуждается, в том числе вместе с регуляторами, про то, как вовлечь пациента в планирование исследования, как вовлечь его в обсуждение дизайна и так далее. Вот какие-то, может быть, поделитесь с нами вашими точками зрения по этому поводу и практические истории, то есть что действительно можно сделать с вашей точки зрения, чтобы patient-centricity заработала у нас в России. Спасибо большое. На самом деле я хотела бы анонсировать одну очень известную, развивающуюся на сегодняшний момент площадку для клинических исследований, на которую нас, как пациентскую организацию, пригласили как технического организатора всех мероприятий, направленных на пациентов и на родственников пациентов. Это НИМС имени Блохина. И мне кажется, что такой союз, союз медицинского учреждения, врачей, союз пациентов, пациентское движение, либо организации некоммерческие, которые объединяют не только пациентов, но и их родственников, и союз фармы – это три основных момента, которые должны действовать воедино в клинических исследованиях. Потому что пациентское сообщество, некоммерческие организации, они развязывают руки как фармкомпаниям, так и медицинским учреждениям, например, в продвижении и в рекламе тех или иных клинических исследований в обывательской среде. Поэтому мое предложение – пожалуйста, ищите, хотя не знаю слово подобрать, адекватные общественные организации, которые готовы объединяться и готовы действовать не в своих личных целях, не в личных целях организации, а в целях непосредственно пациентского сообщества. Спасибо. Спасибо. Коллеги, прокомментируйте с вашей точки зрения. Я с удовольствием. Я полностью согласен. Я считаю, что все, что касается кооперации, как бы сегодня уже проходило красной нитью, начиная с Кокрейна, как Кокрейновское сотрудничество и их кооперация со всеми учеными по всему миру, так и здесь. Это все абсолютно правильно. Я просто дополню, что мне кажется, что есть пациентские организации, пациентские сообщества, у которых есть своя очень важная миссия, и есть еще просто пациенты. То есть мы работаем, ну как бы это две разные вещи, это не одно и то же. Есть просто пациенты, обычные, которые еще не знают, может быть, что они пациенты, и есть пациентские организации. И мы, как спонсор или другая роль, которые на самом деле растворяются уже, перемешиваются, мы работаем и с тем, и с другим. Да, потому что мы хотим и с обычными пациентами, которые не члены никакой организации, мы с ним хотим посмотреть, как это будет для него исследование выглядеть. Ну, мы ближе к пациенту, но, наверное, исследование планируете все-таки вы. Так вот в этом и правда. Да. Я сам, как пациент-участник одного из клинических исследований, могу сказать, что на самом деле это важно подключать пациентов, потому что бывает, на своем примере расскажу, имея на руках электронный опросник, который нужно заполнять два раза в день в течение года. И, да, один из вопросов, если у вас зуд, зудеть начинает уже, когда подходит время, заполнять этот опросник, потому что он не всегда со мной, где-то находится дома. То есть, поэтому привлечение пациентов, планирование, наверное, это необходимо, потому что много, с учетом новых трендов, опросники электронные, это все нужно заполнять пациенту, нужно его обучать, и пациенты, наверное, тоже в какой-то степени сами для себя могут выбрать, подкорректировать. Естественно, это не в ущерб здоровью и безопасности, но подключать для планирования, наверное, это нужно. Но это, в первую очередь, все-таки к вам. Мы готовы, и мы сотрудничаем тоже с пациентскими организациями. Вот когда проводим школу пациентов тоже, и пациентам всегда рекомендуем между собой все-таки держать связь, контакты, чтобы вот в последующем можно было им выработать какой-то консенсус. У нас даже есть в отдельных регионах представители пациентских организаций, которые также между собой общаются, кооперируются, являются представителями этих организаций, приезжают к нам в центр, также для планирования, для получения информации о том, какие исследования у нас проводятся, каких пациентов они могут нам передать. Да, потому что… Извините. Потому что, на самом деле, отличные были картинки в вашей презентации, вообще великолепные. И это действительно самая лучшая рекомендация. Это рекомендации соседа или соседки, рекомендации подруги или друга, но никак не врача. Это точно, да. К сожалению. Они же с кем-то подписывают согласие? Они уносят его домой и там с кем-то обсуждают. Мы абсолютно исключены из этого. Точно. А вот что касается, как исследователь уже сейчас может повлиять, как бы, да, может быть, это не суперфутуристично, но когда мы присылаем feasibility, опросник, там есть всегда в конце такое пустое поле для комментариев. А иногда, может быть, там и поля есть против каждого вопроса, открытые поля. Я всегда призываю, это прям такой тип всем. Пожалуйста, пишите туда. Вот штаб-квартиры, они просто тают, когда видят живые комментарии вот в этих полях. И туда как раз можно приводить примеры всего того, вот о чем вы говорили, может быть, вы видели у другого спонсора. Было классное решение, что вот там опросник там не столько-то раз заполнялся, а там, я не знаю, меньше там или больше, или там и так далее, предоставлялось что-то и так далее. Вот как бы пишите свои какие-то идеи туда. Потому что, во-первых, это всегда показывает интерес вашего центра, и вы становитесь более привлекательными для спонсора, потому что видно, что центру интересно это исследование, и он что-то знает более того. У него есть настоящий опыт. Не просто он участвовал в клиническом исследовании, а он опыт еще и получил, потому что он как-то это все осмыслил. И, конечно, это позволяет тоже скорректировать, как-то адаптировать протокол, безусловно. Конечно, компании этого хотят. Просто, может быть, это пока сейчас немножко так вот как бы криво и неочевидно. Но вот я клянусь, я миллион читал в своей жизни в себе опросников, наверное, полученных, но они все, к сожалению, очень лысо выглядят. Там только циферки вставлены, и все. Очень редко пишут какие-то послания. Тут еще момент привлечения исследователей. Именно на каком этапе? Если мы увидим, допустим, на вашем сайте, на сайте крупного разработчика, на сайте СЕРО, информацию об исследовании, что вы планируете делать это. Пускай это будет через год. У вас есть какой-то синопсис протокола. Или какие-то моменты. Мы сможем откомментировать раз. Мы сможем подать свою кандидатуру на участие два. И, в конце концов, начать думать в ключе этого исследования о лечении пациентов, которые есть сейчас. То есть это, что называется, свет в конце туннеля. Каждый пациент, который начал участвовать в клинических исследованиях, он понимает, что как было бы здорово продолжить именно это. И когда, допустим, какую-то информацию мы даем пациентам, знаете, вот сейчас этого нету, но, может быть, через пять месяцев, через шесть месяцев начнется новое исследование, вы сможете туда войти. Я думаю, что это даст дополнительный даже стимул. И плацебоэффект есть. И если пациент будет верить, что надо получить и получать исследование еще шесть месяцев, чтобы потом получить что-то другое, то, может быть, и эффект мы будем видеть другой. Спасибо большое. Вопросы какие-то, может быть, в зале? Ну, давайте тогда мой последний вопрос. Привет, последний вопрос. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Ледовских, Арина Александровна. У меня вопрос касается кооперации на рынке клинических исследований. Сегодня уже прозвучало то, что лучше, когда приходит запрос в какие-то одни руки, и эти руки обрабатывают этот запрос, отвечают на физибильность и затем предлагают какие-то варианты проведения исследований на той или иной базе. Меня интересует... У меня вопрос к спонсорам, которые сегодня здесь присутствуют. Меня интересует, насколько, на ваш взгляд, имеет место быть такой игрок рынка на российском рынке клинических исследований, как Site Management Organization, то, что хорошо развито за рубежом. Если это не имеет места быть, то почему, на ваш взгляд? Спасибо. Ольга. Я быстро отвечу. Я считаю, что это может быть, это осуществимо. И на самом деле на некоторых конференциях Site Management Organization очень широко представляет свои возможности, ну, потенциальные возможности в России. Это пусть пока они в начале пути, но, я думаю, мало-помало они будут развиваться. То, что это невозможно в России, это не ответ. Такой же короткий комментарий. Есть опыт в России негативный. Это точно. Можно я последний? У нас отбирается. Да, у меня на самом деле даже, наверное, не вопрос, а мнение Константина хотелось бы услышать. Очень прекрасное чувство юмора, приятно слышать презентации, когда человек с такой, знаете, с другой точки зрения может презентовать очень скучные иногда данные. Я просто услышала такое, это такое мое любимое и нелюбимое понятие – искусственный интеллект. Вы сказали, что мы стремимся к тому, чтобы максимально отцифровать все данные, делать вот этот вот физибилл, делать, отбирать пациентов по критериям включения-невключения. И вы еще упомянули, что у вас была недавно реструктуризация. Как вы относитесь к такому понятию, как биоинформатика? Это инсилико-моделирование. И действительно, может быть, на это фармкомпания сделать свой такой основной упор, и тогда мы не будем говорить о том, что пациенты бедные ходят по 3 года, участвуют в исследовании. Мы просто запускаем в компьютер, у нас есть огромный массив данных, и мы проводим исследования, не знаю, на 20-30 пациентах и доказываем свою какую-то эффективность, безопасность препарата. Потому что действительно уже многие ведущие институты, как Соединенные Штаты Америки, Англии, все больше и больше публикуют данных положительных в плане моделирования новых молекул, белков и т.д. и т.п. Ваше мнение? Пожалуйста. Да, Екатерина, спасибо большое. Если коротко, то да, да, абсолютно да. То есть это точно наше будущее. У нас есть большое подразделение по матмоделированию. Причем самое смешное, что оно находится в России. Это как бы опять говорит о том, что уровень математиков и статистиков, да, и вообще ученых в России очень высокий, которые работают для всей глобальной астрозенеки. Именно в России они считают именно translational science. И, конечно, в будущем, когда у нас накопится большой объем генетической информации, в первую очередь, да, о нас, ну и другой, там, я не знаю, эпигенетической информации, да, всей информации, да, мы сможем условно создать электронную копию человека и провести исследования на этих электронных пациентах. И как бы все, наверное, мы сможем пойти отдыхать. А вам не страшно? Потому что наша работа будет закончена. А ваше мнение, закончим? А? Что? Закончим свою работу когда-нибудь? Мы закончим эту работу, такую работу, да, но мы начнем какую-то другую. Как бы это, мне кажется, что с этой точки зрения все оптимистично. Ну и самое главное, что мы же все будущие пациенты, к тому времени особенно. Вот, поэтому мы должны подумать о том, что к этому моменту должно быть хорошее лекарство. Спасибо большое, коллеги. Здравствуйте еще раз. Да, у нас пол одиннадцатого вечера, шесть часов разница. Я обычно ложусь спать в девять вечера, поэтому, ну, довольно интересная дискуссия. Действительно, спасибо Константину. Я просто хотел добавить кратко, что помимо того, что вы сказали, в принципе, в настоящее время появились такие вещи, как инвитро-клинические исследования, когда проводятся, собираются органы на чипе или организм на чипе и проводятся, скажем так, первые фазы, фактически инвитро не на людях. У нас есть понятие дизайна будущего, когда создаются современные адаптивные дизайны, бесшовные дизайны, то есть регулирование в этой области тоже активно движется. И, в принципе, как мне кажется, даже если наша страна где-то отстала, например, от Америки или Европы в области клинических исследований, то вот эти новые вещи, особенно с учетом наших возможностей в области математики и информатики, действительно нам могут позволить, дают хороший шанс как бы настигнуть и тоже двигаться вместе со всеми. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok